Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Сегодня мы в Ашане, и здесь очень красиво поют птички, и стоят такие красивые композиции. Смотрите, какая прелесть! Меня всегда привлекали бабки-ёшки. Такая вот тематика. Это, наверное, сделали специально для меня. Вот такая красота! Очень красиво, не правда ли? Здесь я ещё вижу декоративные цветные камушки. Очень красиво. Кто-то меня спрашивал, где можно приобрести. Вот в Ашане я увидела такие камушки. Это не цветной керамзит, это просто декорировать верхнюю поверхность. Очень красиво. Есть поменьше, есть побольше. Кстати, в Ашане ещё очень много керамзита. Фракции поменьше, побольше, на любой вкус. Вот, смотрите, какая красота! Вот здесь прям так птички поют, и мне даже не хочется разговаривать. Перлит. Хочется просто послушать пение птиц, пусть даже не настоящих. Видите, какую пчёлку тут сделали, посадили. Кстати, я тоже давно не была в Ашане, и мне достаточно интересно будет сейчас здесь пройтись. Большой выбор стеклянных вазочек, которые можно использовать для закрытой системы. Очень красивый такой цветок задекорировали. Очень много красоты сегодня. Пройдусь вам сейчас, сейчас всё покажу. Сейчас я в отделе с горшочками, и в одном из своих видео я уже говорила, что хочу найти горшочек с фитильным поливом, но чтобы внутренний был прозрачный, а внешний белый. У меня есть похожий горшочек, но единственный его минус, что непонятно, сколько там воды. Я бы очень хотела найти похожий горшочек, но с отверстием, чтобы видно было именно уровень воды. Здесь очень много двойных, похожих на мой, в котором у меня посажен попугайчик. Он у меня белый и такой же вот чёрный внутри, но он у меня всё равно немножечко хотя бы прозрачный, а здесь прям чёрный-чёрный. Вот такого плана есть двойные горшочки. Не знаю, не сажала, но они есть. Смотрите, разные цвета, кому какой нравится. Мне, например, очень нравится белый, так как у меня белая полочка. Смотрите, какие ещё есть интересные. Тоже двойные, но абсолютно белые. Может быть, кого-то заинтересует. Вот цена. Ну, наверное, она перепутана, потому что побольше горшочек стоит цена. 116, а поменьше 156. Я думаю, что их нужно поменять местами. Очень много, кстати, двойных, но не то, что бы я хотела. Кстати, есть вот прямо такой вот огромный горшочек. Кстати, я хочу его, наверное, себе приобрести и пересадить старушку, которая растёт у родителей. Я уже долгое время не могу её пересадить. Просто не могу найти для неё подходящую ёмкость, потому что она нереально большая. Вот это, наверное, будет для неё хорошо. Думаю, может, такой вот как раз розовенький. Подсвет ей взять. Вот цена 185 рублей. Есть здесь вот обычный, без ничего. Стандартные такие вот горшочки за 161 рубль. Вот, не знаю, правда, сколько ёмкость какая у него. Сейчас посмотрим. Двухлитровый он. Вот, ну, двухлитровый мне точно будет маленький. Мне надо вот такое более что-то большое. Сейчас посмотрим, какая тут ёмкость у нас на 4 литра. Вот это, наверное, будет самое то, что мне нужно. Скорее всего, я его приобрету. Есть такие поменьше тоже, да, вот голубенькие. Розового не вижу. Есть большой беленький, но, наверное, под цвет орхидейки будет красиво. Очень красиво именно с розовым таким подтоном. И обычные вот здесь ещё стандартные. Вот для закрытой системы или для самодельных. Двойных горшочков и с фитильным поливом. Да, вот такие вот. Кстати, вот для них, да, вот. Покупаем обычный горшочек, пересаживаем. И потом вставляем в любое выбранное нами кашпо. Ну, и опять же, здесь таких горшочков, как я бы хотела, нету. Нету, нету, нету. Поэтому я, наверное, только для орхидеи родителей приобрету вот такой вот горшочек и керамзин. Кстати, ладно, хватит с горшочками. Пойдём посмотрим, что есть в Ашане по орхидейкам. Вообще, по наличию есть они. Я уже нашла отдел с цветочками. Здесь удобрения есть для орхидей. Кстати, агрикола мне очень нравится. До того, как я использовала японские удобрения, я поливала агриколы. И достаточно всё хорошо цвело. Можете посмотреть, какое было цветение в прошлом году. Здесь разнообразные удобрения. Сейчас покажу. Может, кто-то такими пользуется. И цена будет интересна. Кстати, вот на орхидеи именно на такое удобрение скидка 99 рублей стоит. Немножечко препаратов. И совсем капелька горшочков. Кстати, гляньте, какой есть огромный. Я первый раз такое вижу, если честно или не обращала внимания. Вот такой огромный-огромный горшочек. Ну и перейдём, собственно, к растениям. Здесь достаточно мало сегодня растений. Я думала, почему-то, что будет побольше. Юка, драцена и совсем немного цветущих орхидей. Вот такие красотки. Цена вот этих красавиц у нас 490 рублей. В основном белые. Ну и здесь капелька-капелька розовеньких. Есть ещё красивая в глубине белая с бордовыми каплями. Розовая. Ну и ничего такого супер-супер особенного. И причём не знаю почему, но вот эта орхидейка тут стоит 3 или 4 штучки. Они по 1213 рублей. Я считаю, что это очень большая цена для таких растений. В принципе, совершенно обыкновенных. И стоят мини-орхидейки. Но они в будущем, наверное, такие будут больше. Они такие, знаете, как мини-мультифлорки. Очень красивые. Но я думаю, они в домашних условиях будут намного крупнее. Ну и, наверное, из-за вот этих вот стаканчиков они по 646 рублей. Хотя, в принципе, такие же орхидейки я недавно видела по 313 рублей. Плеруа Мерлен. И здесь явно видно, что орхидейки переливали, потому что здесь уже видно немного чёрную гниль и пропадающие листики. Такие орхидейки в Ашане. Я бы такие орхидеи за такую цену вообще бы не советовала покупать. Потому что это незаслуженная цена. И тем более, опять же, на цветочках видны по вкусике. Вот здесь прям явно видно, что бутончик кто-то грыз. Видите? Ну, так же, в принципе, как и цветочек. Принести растение, тем более такое маленькое, за 646 рублей. Чисто из-за горшочков, которым он поставлен. Я думаю, это неоправданная цена. Мне вот это больше всех понравилось. Причём, сейчас посмотрим корневую. Корней я особо вообще не вижу, посмотрите. Не вижу ни одного корешочка. Сверху засушенные. Единственное, что здесь красиво. В принципе, хорошая, достойная розетка. И сами цветочки достаточно красивые. Вот, 490 рублей. Такая красота. Это у нас Ашан Мега Атегея. Немного чего вам покажу. Какие красивые, яркие цвета. Это у нас Каланхоя. Её здесь много. И она достаточно свеженькая. Вот эта, которая поменьше. А которая побольше что-то тоже, она такая увядающая. Я думаю, что за этими растениями уж можно было достойный уход соблюдать. Но, как видите, в таких магазинах не очень всё хорошо с уходом. Здесь тоже уже засушенные ёлочки стоят. Очень жалко, если честно. Мне всегда жалко увядающие растения. И всё хочется купить, спасти. Но это не в моих силах. Поэтому буду уже заканчивать сегодняшнее моё видео. Всем любви, счастья, здоровья, пышного цветения. Всем пока-пока, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok